Скульптуру русалки, которая в 2000-х годах украшала набережную спортивной гавани, подняли с морского дна. Сделать это удалось благодаря компании Concrete Jungle, которая предоставила технику и личному участию заместителя директора МБУ ЛАЗО. Он трижды погружался на дно, чтобы обследовать скульптуру и определить фронт работ. Первые работы какие? Водолазные, обследование дна, обследование самой фигуры, апостамента, что можно достать, что нельзя достать. В общем, сняли маленькое видео под водой, посмотрели, что гнилое, что не гнилое, где можно прицепиться. Второе погружение, получается, уже взяли стропы к местам, где можно было прицепиться, стропы заведены вокруг самой русалки, потому что апостамент вытянуть не получится, а русалку по дну потихонечку, по песку. Фигура русалки будет помечена в зону временного хранения для дальнейшего обследования и восстановления. Сейчас мы проведем обследование скульптуры, очистим ее от ракушек, отреставрируем утраченные части. Предварительно было принято решение установить скульптуру в парке имени ЛАЗО, где планируется создать музей советских скульптур. В этом году на набережной спортивной гавани идет второй этап реконструкции. Он предусмотрен мастер-планом развития Владивостока. До конца года территория должна превратиться в полноценный парк у моря. Часть обновленного пространства планируют открыть уже в сентябре. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.